Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в студии, в гостях, врач-гириатор Люберецкой областной больницы, а конкретно поликлинического отделения номер 6, Нилу Фар Машариповна Абдулаева. Здравствуйте! Возникает сразу же первый вопрос. Честно говоря, педиатр слышал похожие названия, а вот врач-гириатор я не слышал никогда. Что это означает? Гириатор – это врач, обеспечивающий медицинскую помощь гражданам пожилого и старческого возраста. А у нас сейчас когда начинается пожилой возраст? Есть какие-то официальные? Или это по состоянию здоровья? Да, конечно. По классификации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, возраст делится на несколько периодов. До 44 лет мы считаемся молодыми. С 45 лет до 59 – это средний возраст. А с 60 лет до 74 лет считается пожилым возрастом. А после 74 чего? С 74 до 89 лет считается старческий возраст. Ага, а то я так испугался, думал, что до 74 только. До 70 и дальше. То есть, а, есть ещё и дальше? Да, 90-100 лет и старшие граждане считаются долгожителями. Ух ты, классно. Сталкивались с долгожителями? Да. Вот давайте просто такой, да, чем отличается долгожитель? Потому что у нас всегда возникает образ человека, который, ну, как бы оболочка, вот существует человек, а всё остальное как будто бы уже, ну, отключается. Не в пламя там, но всё-таки жизненные функции. Или есть люди, которые после 90 лет, там, ближе к 100 годам, пусть никто не обижается, сейчас это моё, да, я в среднем нахожусь пока. Насколько человеческий организм может до 100 лет дожить? Вот я к чему говорю. Вообще-то мы, человеческий организм, запрограммирован жить до 100 лет. Но тут есть и генетический фактор, естественно, долгожители есть по генам. И встречаются такие люди, они обычно в своём уме, это работающие люди, которые с молода занимаются физической активностью. У них есть умственная активность, кроме физической активности. То есть работают все функции, да, и заставляют весь организм шуршать, что называется, да? Да, так оно и есть. И благодаря этому, то есть проблема вот этих заболеваний старческих или по возрасту, как они там красиво правильно называются, вы сейчас расскажете, связана с тем, что иногда человек начинает останавливаться, и потихонечку то он перестаёт гулять, например, сидеть всё время. Или некоторые уже с кресла на диван переходят. А некоторые перестают там даже сильно задумываться над чем-то. То есть человек сам себя отключает от каких-то функций, не по болезни. А те люди, которые продолжают активно... Вести активный образ жизни, то есть физическая активность в своём ежедневном рационе, графике, можно сказать, правильное питание и когнитивный тренинг. Вот это и основные... А последнее-то что такое? Когнитивный тренинг – это умственная мозговая активность. Это значит, получается, обычно что мы делаем? После того, как мы отработали заслуженные пенсии, мы забрасываем всё. Потому что человек привыкает. Он утром проснулся, ему нужно идти на работу. Он что-то делает, он готовится к этой работе умственно, физически готовится к этой работе. А когда всё, пенсия, как будто жизнь закончилась. На самом деле нет. Нужно продолжать дальше. Такую же и умственную активность. То есть это что, новые языки учить, почему бы и нет, куча времени, можно какой-нибудь самый интересный, красивый язык, допустим, французский, очень красивый пивучий язык, немецкий, японский, хоть какой. И это заставляет клеточки. Помните, такой был Пуаро у Агаты Кристи, который и в книгах, и во всевозможных сериалах, у него главный был девиз, что надо давать работу своим серым клеточкам. Правильно. То есть это правильно. Это так оно и есть. И это помогает нам сохранить своё здоровье, естественно, и войти в старчество, как бы сказать, в возраст в своём уме, не зависеть ни от кого, естественно. Ну да, это ещё такой важный момент. Одно дело долголетие, другое дело, когда тебе много лет, а ты как бы сам по себе существуешь, а вокруг себя, да. Мы ещё поговорим на эту тему. Ещё вопрос такой из научно-популярных, что называется. Вот говорят, и вы даже сейчас отчасти подтвердили, что человек запрограммирован даже не на 100, а на 120 минимум лет. И вся проблема в том, что вся наша жизнь, мы как бы делаем всё, чтобы сократить этот возраст. Почему мы не можем жить, но хотя бы... Да, сегодня 90-летних много людей, и они, кстати, были всегда 80-летние, но сегодня в 70 лет человек уже считается, ну, как бы всё, да, такой старик, к сожалению. А почему мы целых иногда 50-40 лет своей жизни можем у себя же украсть? Мы сами крадём? Или это экология крадёт? Или нас кормят не тем? Отчасти экология тоже, да. Но в большинстве случаев от человека тоже зависит. Мы с молодым должны вести правильный образ жизни, думать о старости. Жизнь не заканчивается после 60-ти лет. А думать о старости надо? Надо. Давайте вспомним себя молодыми. Мы же точно... Нет, я с вами соглашусь, да, мы не думаем об этом, и наша вот это, наверное, большая ошибка в этом и заключается. Наоборот, нужно думать о старости. Нам нужно успеть всё до пенсии. Получается, ну, почему я говорю пенсии? Все считают, что после пенсии как бы у нас жизнь заканчивается. Да, всё, я всё сделал, дом построил, ребёнка родил, вырастил, обучил, отучил, и всё. Нет, на самом деле вот так как раз-таки и начинается жизнь для себя, для себя любимого. Учись, развивайся, очень много программ есть. Можно найти... Просто любить нужно жизнь. Ну, понимаете, вот интересно, опять же, возвращаясь к молодому возрасту, когда тебе, там, 20 лет, я помню, мы с друзьями, там, с подругами, даже не в 20, там, а в 15 лет, кажется, что не то, что 40-летний, 30-летний кажется каким-то уже дедом, понимаете? Потом это время быстро проходит, и ты думаешь, да нет, 30 лет – это как бы, ну, всё хорошо, и думаешь, так, до 40, вот. А после 40 уже расслабляемся, получаем немножко удовольствие. Нет, понимаешь, что, ну, ещё и плюс жизнь же заставляет работать. Сколько вызовов, да? Причём у всех поколений. Если мы сейчас посмотрим жизнь планеты в целом, может быть, это тоже зависит. Нету таких периодов жизни, когда не происходит каких-то экономических катаклизмов, катаклизмов мировых с точки зрения там войн и так далее, противостояний. или какие-то, не приведи Господи, вот пандемия нам показала, что человек ничего не может сделать на каком-то этапе, она просто пришла, и всё, отворяя ворота. То есть почему всё-таки так устроено человечество, что оно помимо каждого из нас создаёт себе такие условия, что мы с трудом до 70 дотягиваем? Ну, это сложный вопрос, потому что на это, наверное, нет ответа. То есть тут надо посадить политика, экономиста. Да, да. Тут не только от гириатора зависит, потому что ко мне попадают в основном после 60 лет. Ну вот расскажите, какова вообще профессия гириатора? Для чего она нужна? Ну вот есть терапевт. Пришёл, там, 70-летний человек, ну, она его послушала. Послушала. Та-та-та. Давайте сдадим анализы. Ну, тем более, что мы знаем, что некоторые люди, которые уходят на пенсию, они почему-то вдруг начинают любить ходить по поликлиникам. Есть и такие, да? Есть, есть. Ваша какая задача? Чем вы отличаетесь? Чем отличается? Во-первых, врач-терапевт... Для терапевта сейчас очень мало времени ограничено время приёма врача-терапевта. Да, пока всё ещё внесёшь, да? 10-15 минут за это время, если, дай бог, если терапевт успеет с одной заболеванием справиться, там, пока анамнез собрать, пока услышать, пока какие препараты пациент принимает, чем по жизни болел, катастрофически не хватает времени. Да, жизнь не успевает, глаза поднять иногда на него. Получается, да, это ещё нужно внести. Внести, да. Ну, все сталкиваются с этим. Да, поэтому у врача-гириатра, во-первых, время не ограничено. Ну, ограничено, но до часу можно заниматься с пациентом. Это означает, можно вполне спокойно собрать анамнез. И если терапевт занимается одним заболеванием, с которым сейчас больше волнует пациента... Ну, конкретно, да. Конкретно, да. Врач-гириатр собирает полный комплекс опросников. Есть специальные гириатрические методики, ну, о которых в двух словах я вам, конечно, не расскажу. Для того, чтобы им обучиться, нужно целый курс проходить. Минимум 4-5 месяцев обучаться. Ну, тогда возникает вопрос. Сейчас вернёмся к пациенту, ну, немножко по образованию. На каком-то этапе это как специальность отдельная идёт, или это в составе какой-то специальности обучают на гириатра? Обучают на гириатра всех специалистов, медицинских врачей, которые закончили лечебное дело. Педиатров тоже могут обучиться на гириатра. То есть можно иметь несколько специальностей, в том числе гириатра. Но вот я опять же хочу вернуться к этому пациенту. То есть он получает от вас некую такую более полную картину. Ну, насколько я понимаю, и в 30 лет человек может чем-то таким неожиданно заболеть, испугаться, да, и прийти к врачу, или не прийти к врачу, но испугаться. То есть здесь нужно, наверное, вы ведёте беседу, это за разговором таким вы как бы позволяете человеку рассказать о себе, да? Да, можно сказать и так. Во-первых, не все пациенты ко мне попадают. Для того, чтобы попасть к врачу-гириатру, всех граждан старше 60 лет, специалисты и терапевты в том числе, проводят как раз-таки вот этот скрининг, опросник возрастной помехи. Там коротких 7 вопросов есть. И исходя из того, сколько баллов получает тот или иной пациент, естественно, выявляется старшеская астения или приостыния. В связи с этим уже решается вопрос, нужна ли консультация врача-гириатра или нет. И попадают уже к гириатру те пациенты, у которых выявляется приостыния и старшеская астения. И дальше уже врач, естественно, гириатр, используя все гириатрические опросники, тесты, занимается с пациентом, задаёт кучу вопросов, на которые пациент спокойно отвечает. Собираются все хронические заболевания, что принимает пациент, потому что у граждан старше 60 лет обычно не одно заболевание. Аптичка большая. Да, аптичка большая. Поэтому тут нужно учитывать не только заболевания, а столько препаратов они принимают назначенных. Кроме этого, они принимают или сами по себе, тут реклама играет большую роль, соседи, подружка подсказала, друг, родственник. И получается, одной из задач гириатра заключается в том, чтобы подсказать именно пациенту, какие нужные препараты нужно оставлять, лекарственные препараты, а каких надобностей нет. Потому что побочные действия с возрастом от лекарственных препаратов тоже увеличиваются. То есть это такой, с одной стороны, узконаправленный специалист, с другой стороны, широта его узости весьма высока. Все слова друг друга исключающие. Но тем не менее, сейчас мы движемся к одной паузе. Короткий ответ. То есть не каждый человек может попасть по направлению к врачу-гириатру. Только вот по каким-то специализированным показаниям. Да, всё верно. Напомню, что у нас в гостях Нилуфар Машариповна Абдулаева, врач-гириатр Люберецкой областной больницы. И встретить вы сможете сразу же такая реклама в поликлиническом отделении номер 6. Я думаю, что после нашей программы у вас должно увеличиться количество людей, которые захотят с вами пообщаться на тему 100-летия и 120-летия. Мы делаем небольшую паузу, после чего вернёмся и продолжим наш открытый диалог. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях врач-гириатр Люберецкой областной больницы поликлинического отделения номер 6 Нилуфар Машариповна Абдулаева. В первой части мы обсудили возможность дожития, как сейчас говорят, до 100 лет и так далее. Выяснили, что врач-гириатр – это особенный врач. Не каждый к вам может попасть. То есть я так понимаю, что надо быть как-то очень уж плохо должны развиваться события у человека за 60, да? Правильно? Или за 59? За 60. За 60, чтобы попасть к вам. Но, опять же, возникает вопрос. Это же такой довольно сложный период. Люди могут быть немножко нервными. Люди могут, столкнувшись с какими-то заболеваниями самыми разными, чувствовать, что терапевт, как говорите, 15 минут не уделил внимания. Начинается такое психологическое разрушение человека, что вот приду, ладно, пойду, извините, к ней схожу, может, что-то там скажут и так далее. Вот психологический момент. Уже что же помогает, наверное, вашей профессии? Чтобы заставить человека отказаться от тех таблеток, которые совсем ему даже противопоказаны. Вот как идёт ваш разговор? Или это тайна? Нет, это не тайна. Вы правильно отметили, и были такие случаи. Ну вот как раз-таки в карта гериатрической оценки, все гериатрические методики, они включены именно в карту гериатрической оценки. Там больше 10 опросников и тестов. И оно начинается как? С кем вы проживаете? С социальных вопросов. Один с женой, с детьми. С детьми, да, получается. На каком этаже вы живёте? Нужна ли вам помощь, чтобы подниматься? Там идут социальные вопросы, естественно. Это располагает уже пациента к врачу, потому что… Ему кажется, что он прямо вот интересуется всем. Да, кто-то интересуется, да, абсолютно всем. Чем питается, пользуется ли ходунками, тростью, есть ли вставленные зубы, протезирование нужно ли, нуждается ли, все. Вопросов очень много. Поэтому это само по себе уже предрасполагает пациента к общению. Время достаточно, можно вот… Вот это, мне кажется, наверное, я даже удивился, что есть, да, такая вот услуга с точки зрения времени, потому что, ну, мы-то помним ещё времена, и должен сказать, что в некоторых поликлиниках до сих пор, там, где, например, не хватает врачей или что-то происходит, дежурный врач ещё есть, где вот эти очереди ещё можно застать. А в советское время, вспомните, вот какая-то попадётся пациентка или пациент, и вот они что-то там с врачом говорят, 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 а очередь всё растёт, растёт. То у вас всё идёт, я так понимаю, по записи, да, и как бы в хорошем смысле слова вы никуда не торопитесь, и пациент никуда не торопится, получает вот прямо его, прямо вот ведут по всей его квартире, по всей его семейной жизни, по каким-то заболеваниям и так далее. Тогда возникает вопрос, это похоже на человеческую сторону профессии, ну, и пациенту это нравится. Но вы говорите о методиках. Означает ли это, что существуют какие-то таблицы, математические подсчёты, что вот здесь он на эти вопросы ответил так-то, то тогда так-то. Как выстраивается потом, какая схема лечения или лечение ли это? Мы выявляем как раз-таки самый главный гериатрический синдром при опроснике и при вот этих вот картах, когда мы оценку проводим гериатрическую, старческую астению. Старческая астения сама по себе включает в себя 85 гериатрических синдромов. Это такие синдромы, как падение, уменьшение мышечной массы тела, то же самое запор, головокружение, когнитивные нарушения, сенсорные нарушения. Ну, то есть то, что мы, к сожалению, называем вот этим словом старость. Старость, да. Мы просто называем это старость, и терапевт на эти синдромы не обращает внимания. Все думают, ну, не думают. Ну, как говорят, сколько вам лет? А, так вы что ещё хотите? Что вы ещё хотите? По возрасту, да? Или как спрашивают, как вы себя чувствуете? По возрасту. Да. А здесь вы пытаетесь... Это самые главные как раз-таки синдромы, которые нарушают нашу старость. Хорошо. Ну, а чем вы можете помочь-то, если, например, вот хотя бы три из названных вами проблемы есть у человека? Допустим, если у человека есть нарушение зрения или нарушение слуха, но человек не обращается, естественно, при оценке, проведении оценки старческой астемии эти признаки выявляются, эти заболевания выявляются. Тогда, если пациент не консультирован узкими специалистами, врач-гириатор имеет право назначать, направлять на консультацию к узким специалистам. Помочь... То есть можно убедить, простите, человека, если он, например, слышит плохо, ему кажется, что нормально слышит, да? Да. Ну, я старая и уже не слышу, а в этом случае нужна будет консультация... То есть вам он поверит больше, чем кто-то там будет ему говорить, например, а вы бы сходили к врачу, а вы его убедить должны. Конечно, не только. А если он пойдёт и ему немножко подлечат, то у него улучшится вот хотя бы эта функция? Улучшится эта функция, допустим, потому что из-за того, что человек просто банально плохо слышит, может он не услышать какой-нибудь элементарный... Ну, водитель подъезжает где-то. Это опасность. Важная информация, да. Важная информация, которая в дальнейшем навредит, в дальнейшем могут быть... Либо ему, либо окружающим. Да, поэтому нужно выявлять такие вот синдромы и в этом случае помочь. Задача гириатра – помочь, консультировать их пациентов. Вы ведёте их как-то? Или вот он один раз пришёл и... Раз в полгода, потому что... А, раз в полгода. Вы следите за ними. Обязательно. Берётся на учёт со старческой астенией пациенту, который выявляет со старческой астенией, естественно. Вообще слово «остыния» можно перевести как «старость» или что это? Это слабость, усталость, вялость. Вот можно вот так вот. То есть как бы увядание организма, а ваша задача – его опять немножечко взбодрить. Моя задача в начале, вот когда ещё нету старческой астенией, почему гражданам 60 лет, у которых выявляется приостыния, любой человек может попасть к гириатру, если нужна консультация, после 60 лет проходит опросник, естественно, и записывается к гириатру. Моя задача – помочь ещё, пока не развилась старческая астения, чтобы наша старость активная, она продлилась. Вот в этом и заключается задача гириатра, потому что очень много синдромов ведут к старости, к старческой астении. Ну и тут ещё возникает вопрос. Вы отправляете к специалистам, но, наверное, вы тоже прописываете какие-то средства. Да, обязательно. И вот, может быть, какие-то там упражнения, физиотерапия, какое-то плавание. Вот как тоже входит, скажем так, вот это вот… В рекомендации. В рекомендации гириатра входит обязательно. Это основные эти, можно сказать, как основная помощь, основные назначения, основные рекомендации. Назначения, да. Рекомендации. Это физическая активность. Это человек в любом возрасте, в любом состоянии должен быть физически активным. Для этого не обязательно ходить, допустим, в какие-то фитнес-центры. Или, конечно, было бы очень хорошо, если с помощью инструктора лечебной гимнастики позаниматься некоторой курсой, показать гражданину или человеку, какими он должен заниматься физическими упражнениями. И когнитивный тренинг. Для этого тоже учитель не нужен. Мы можем те же самые логические задачи решать. Сейчас интернет развит. Можно скачать всё, распечатать. Учить стихи, допустим, тоже когнитивный тренинг. Что ещё? Правильное питание. Это то, что зависит от человека. Задача гириатора – помочь понять человеку, что это важно. На самом деле остаться вот таким вот независимым, ни от кого, ни от чужой помощи. И социально активным. И тут, наверное, ещё, я так понимаю, такие темы, как одиночество или, например, если дети живут отдельно и, может быть, далеко, или умер муж, или умерла жена. Вот когда человек привык, что за ним кто-то, условно говоря, ухаживает, даже не потому что он там болен или стар, а вот как-то он не может себе даже приготовить элементарно, потому что ему всё время, условно, жена готовила. Наверное, тоже среди ваших пациентов много таких людей? Не скажу, что много. Но есть. Да, потому что… Но есть они. В этих случаях мы обращаемся, врачи-гириаторы обращаются к социальной службе. Мы с ними должны контактировать. Конечно, сейчас у нас не так налажена эта служба, но в любом случае, почему в вопроснике как раз-таки выявляется, один ли человек живёт на каком этаже, за продуктами он сам ходит, кто-то доставляет, кто-то помогает, потому что с возрастом мы элементарные домашние дела даже не можем делать. Помыть окном, допустим, или… Да пол помыть даже. Пол помыть даже, да. Поэтому в таких случаях, когда выявляется нуждаемость в социальной службе, задача гириатора – такую информацию о таких пациентах предоставить в социальной службе для того, чтобы для такого человека выделили соцработника, социального работника для помощи. И при полной загрузке, скажем так, сколько через врача-гириатора может пройти людей в течение недели, например? День, если час на пациента, 8 пациентов в день. 8 пациентов в неделю, это получается… 40 пациентов в неделю. 40 пациентов. Немало? Ну, для одного гириатора достаточно. Но программа развивается, в дальнейшем в каждой поликлинике будет позвать гириатор. Да, я почему об этом говорю? Вот вы говорите, программа развивается, потому что действительно хорошо, что вы пришли, потому что я, например, честно говоря, хотя, безусловно, у нас всех есть родственники, знакомые, даже друзья старшего возраста, которые, ну, в силу ряда причин сталкиваются то с теми, да, врачебные проблемы, то с другими. Но я вот как-то ни разу ещё не пересекались в моей истории врачи-гириатор. То есть получается такое новое направление. Молодое, скажем так. Молодое. Да. Вот, и есть, так я понимаю, тут вот, опять же, ключевое, что не 10-15 минут или сколько там положено, а целый час. А если пациент, вот как вы выдерживаете этот час? Ну, люди же разные есть. 15 минут-то можно потерпеть какого-нибудь пациента нервного? Не соглашусь с вами, не соглашусь. Потому что когда пациент видит, что в нём заинтересовано, в его благополучии, кто-то интересуется его состоянием не только физическим, но и душевным, не только обычным заболеванием, но с тем, которое он, а у него их много, не соглашусь. У меня такого, по крайней мере, не было. Мне очень интересно заниматься с каждым пациентом. Ну, и тут важен результат тех людей, которых вы ведёте. Они приходят к вам через какое-то время. Вот вы иногда чувствуете, что по-другому человек стал лучше, стал активнее. Намного активнее. Есть такие пациенты, потому что это направление новое, поэтому, как вы сказали, молодое. Работаю я год, получается. Вот, поэтому есть такие пациенты. Конечно, у них уже взгляд жизни совсем другой. У них появилась какая-то заинтересованность в своей жизни. Хобби. Кто-то вяжет, кто-то поёт. Это тоже интересно. Ну, тут, кстати, вот эта программа долголетия тоже, да? Активное долголетие, кстати, да. У нас активно развивается программа активное долголетие. Есть специальный телеграм-канал, где можно пациент, ну, любой гражданин старше 60 лет записаться на эти курсы. То есть вы можете посоветовать даже человеку сказать, что вы же походите петь, пойдите попойте. Я советую всем, потому что это на самом деле очень хорошая программа тем людям, которые не знают, чем заняться. Там можно петь, рисовать, танцевать, шить. Там сейчас компьютерные знания обучают элементарным компьютерным навыкам. Граждане могут сами оплатить свои коммунальные услуги, какие-то элементарные вещи. Мы нашли ещё и практическое применение. Ну что ж, будем завершать. Я очень благодарю Илуфар Машариповну Абдулаеву, которая пришла к нам сегодня, в общем, представителем молодого направления медицины, врач-гириатор Руберецкой областной больницы, поликлинического отделения номер 6. Хороших вам активных пациентов. Ну а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова